Давайте. Значит, Виталий, как начнешь? Паспорт. Тебя снимать будут. Вон камера. Да, начинаем. Добрый день. Добрый день. Начинаю заседание диссертационного совета ПДС 0200.001. 26 июня 2020 года, протокол номер 6. Утвержденность состава совета 15 человек. Заседание проводится в очно-заочной форме. В этом случае присутствует всего 12 человек. Очно 2 человека, заочно 10 человек. В том числе 4 доктора науки по профилю рассматривания диссертации. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации бесчастного Виталия Александровича исследования показателей эффективности обслуживания трафика в беспроводных мобильных сетях с многоадресными соединениями. Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретические основы информатики. Научный руководитель, доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры прикладной информатики Гайдамака Юлия Васильевна. Нет ли возражений по повестке дня? Возражений нет. Приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты Доктор технических наук Степанов Сергей Николаевич, Доктор физико-математических наук Орлов Юрий Николаевич, Доктор физико-математических наук Моисеев Александр Николаевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Соискатель Песчастный Виталий Александрович, 1992 года рождения, с ответственно окончил в РУДН в 2014 году бакалавриат по направлению прикладная математика и информатика и в 2016 году магистратуру с квалификацией магистра фундаментальной информатики и информационных технологий. С 2016 года по настоящее время в аспиранторе осваивает программу подготовки научно-педагогических кадров по направлению 05.13.17 теоретические основы информатики, соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН. В настоящее время не работает. Диссертация выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственного автономного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Научный руководитель Гайдамака Юлия Васильевна, доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РУДН. Материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней. Будут ли вопросы с соглашением документов? Вопросов нет. Добрый день, уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, вашим вниманием предлагается доклад по моей диссертации на соискание ученой степени кандидатов физико-математических наук на тему «Исследование показателей эффективности обслуживания трафика в беспроводных мобильных сетях с многогадрессными соединениями». Работа выполнена под научным руководством доцента, профессора кафедры прикладной информатики и теории вероятности Гайдамака Юлия Васильевна. Перейду к цели исследований. В настоящее время наблюдается стремительный рост спроса на высокоскоростные услуги, а также требования качества их предоставления. И ввиду ограниченности частотного диапазона это приводит к проблеме нехватки радиоресурсов. Данная проблема может быть решена двумя способами. Первое – это эффективное использование уже имеющихся радиоресурсов. Это может быть реализовано за счет технологии многогадрессной передачи на базе подсистемы беспроводной сети для предоставления мультимедийных услуг. Важным решением при этом является разбиение мобильных пользователей на подгруппу мультивещания, что позволяет оптимизировать характеристики качества обслуживания. Второй подход заключается в использовании новых диапазонов частот, а именно применении технологии новая радио, входящая в состав технологий пятого поколения. Поскольку данные системы обладают высокой чувствительностью к условиям прямой видимости, важным решением здесь является одновременная поддержка активных каналов с резервными базовыми станциями и переключение между основной базой станции в случае отсутствия прямой видимости. Перейдем к целям и задачам моих исследований. Сформулирую задачи. Первое – это построение анализа модели перемещения пользователей в сети с многоадресной передачей для оптимизации параметров групп мультивещания. Вторая задача заключается в построении модели обслуживания трафика одноадресных и многоадресных соединений в высокочастотной сети. Из целей и задачи моего исследования вытекает содержание моей работы. В первой главе рассмотрены основные вероятностные модели обслуживания многоадресного трафика в беспроводных сетях, а также рассмотрены основные методы анализа предложенных моделей. Во второй главе рассматривается модель перемещения пользователей для оптимизации параметров групп мультивещания, производится отчисленный анализ характеристик многоадресной передачи данных. В третьей главе рассматривается модель обслуживания одноадресных соединений в виде ресурсной системы массового обслуживания с фазовым типом обслуживания, а также производится численный анализ обслуживания одноадресных соединений и многоадресных соединений методами инвентационного моделирования. При анализе моделей обслуживания многоадресных соединений мной использовались методы теории массового обслуживания, а также математической теории телетрафика. Существенный вклад в данное направление внесли российские и зарубежные ученые, представленные в данном слайде. Перейдем ко второй главе. Во второй главе я рассматриваю соту сети. В ней базовая станция помещена в центр. Вы можете видеть модель этой сети на рисунке 2.1. Онообслуживание разбито на S колец. Каждое кольцо соответствует некоторому индексу качества канала. Сами индексы качества канала определяются выбранной схемой модуляции и кодирования. Индексы в первую очередь зависят в моей модели от удаленности от базовой станции. Важной характеристикой при исследовании функционирования сетей является среднесуммарная скорость передачи данных. Для анализа в моей работе построена модель в виде сети массового обслуживания, в которой присутствует S узлов. Каждый из узлов соответствует индексу качества каналов, а также введены переходные вероятности альфа и бета между соседними узлами. Введем случайный процесс M от T, где M и T от T – это число заявок в каждом из узлов в момент времени T. В моей работе также введены утверждения. Первое – это утверждение о среднем числе попадания в каждое из узлов сети. Второе утверждение приводится для расчета распределения вероятностей данной системы. Рассматривается задача оптимизации среднесуммарной скорости передачи данных, которая основывается на следующей схеме. Данная схема основана на утверждении о том, что оптимальное разбиание может состоять либо из одной, либо из двух групп мультивещания. Таким образом, задача оптимизации сводится к поиску границы между двумя группами мультивещания. В случае, если у нас выбирается одна группа мультивещания, то скорость в этой группе определяется пользователем с наихудшим индексом качества канала, то есть наиболее удаленным пользователем. В случае, если у нас идет разбиение на две подгруппы, как показано на рисунке, то есть граница проведена синей окружностью, в этом случае скорость в каждой из подгрупп будет определяться самым удаленным от базовой станции пользователем в группе. Для решения данной оптимизации задачи мы предложим алгоритм, который отличается низкой вычислительной сложностью, что актуально ввиду того, что у базовой станции, у физической системы на принятие решения о перераспределении ресурсов отводится 10 миллисекунд. На слайде представлен численный анализ многодостной передачи. Численный анализ проведен для наиболее распространенных моделей движения, таких как леви-флайт и случайное блуждание. Также мной был рассмотрен более реалистичный сценарий. Здесь рассматривается устройство, которое могут переходить в выключенное состояние, то есть абоненты находятся в сети не постоянно, а могут отключать свои устройства. Для моделирования выключенного состояния устройства вводится нулевой узел. Для данной системы также введено утверждение для расчета среднего числа попаданий в каждый из узлов, но при этом распределение вероятности из предыдущей модели актуально и для данных, более сложной модели. Средняя суммарная скорость передачи данных является одним из основных показателей эффективности функционирования сетей. Однако он опадает свойством несправедливости. Так он перераспределяет ресурсы от пользователей с плохим индексом качества канала к пользователям хорошим индексом качества канала, при этом повышая общую пропускную способность сети. Пользователи с плохим индексом качества канала при этом испытывают низкое качество обслуживания и возникает несправедливость. Поэтому в моей работе рассмотрены альтернативные целевые функции, к представлению на данном слайде. Данные целевые функции оцениваются с помощью индекса справедливости Jane, известного в научной литературе индекса для оценки справедливости и распределения тех или иных ресурсов. Численный анализ показал, что среди представленных целевых функций нет ни одной универсальной, и выбор в пользу какой-либо одной из них должен делаться на основе топологии сети и поведения пользователей. Перейду к материалам третьей главы. Здесь рассматривается система, функционирующая в миллиметровом диапазоне длин волн, а именно система 3GPP New Radio. Данные системы используют узконаправленные антенны и решетки и функционируют в высокочастотных диапазонах. По этой причине они подвержены блокировкам прямой видимости, в результате чего базовая станция должна либо увеличить количество ресурса для поддержания прежней скорости передачи данных, либо переключить пользователя на соседнюю базовую станцию. В моей работе представлена модель соты высокочастотной сети, в центре также находится базовая станция. Вы можете видеть данную соту, представленную синим цветом. Данная область ее обслуживания разделена на две подобласти. Это внутренний круг и внешнее кольцо. Во внутреннем круге мощности базовой станции хватает для того, чтобы обслуживать пользовательское оборудование как в условиях прямой видимости, так и в условиях блокировки прямой видимости. В зоне внешнего кольца при блокировке прямой видимости пользователя необходимо переключать на соседнюю резервную базовую станцию. Также отмечу, что в литературе широко известно, что длительность блокировки прямой видимости подвижными объектами, такими как люди либо автомобили, хорошо аппроксимируется с помощью экспоненциальных распределений. Для этого вводятся параметры θ-LOS и θ-NLOS. В моей модели пользователи предполагаются неподвижными, в отличие от препятствий, которые могут перемещаться и тем самым блокировать линию прямой видимости. Также в моей модели используется 3GPP модель городского каньона. Главный вывод из этой модели можно сделать в том, что в случае блокировки прямой видимости происходит падение мощности сигнала в 15 дБ. Для анализа обслуживания одноадресных соединений высокочастотной сети мной предложена модель в виде ресурсной системы массового обслуживания с переменным требованием к ресурсу и фазовым типом обслуживания. Требования, как было сказано ранее, являются переменами и зависят от текущей фазы обслуживания. Каждая фазовая обслуживания соответствует либо зоне обслуживания, внутреннему кругу, например, или внешнему кольцу, а также условиям прямой видимости. Для данной системы видена система уравнений равновесия, однако аналитические выражения для этой системы получить невозможно. По этой причине мной был предложен алгоритм расчета вероятностных характеристик, основанный на методе Гаусс-Сейделя. Данный метод позволяет с определенной точностью рассчитать распределение вероятности, что вы можете видеть на шаге 4. Построенная модель позволяет анализировать такие характеристики, как вероятность сброса сессий, а также доля используемой ресурса. Для анализа более сложной системы обслуживания одновременно одноадресных и многоадресных сессий мной была разработана иммунационная модель. Данный программный комплекс был написан на языке программирования Python и в основе своей имеет принципы дискретно-саббатийного моделирования. Для анализа обслуживания одноадресных и многоадресных соединений мной был проведен численный анализ для реальных данных, представленных на таблице справа. Мною были рассмотрены такие услуги, как видео, аудио, файлы, веб, соцсети и трафик межмашинного взаимодействия. Все эти услуги предоставляются в режиме одноадресной передачи, однако трафик потокового видео может предоставляться также в режиме многоадресной передачи. Были рассмотрены те же характеристики вероятности сброса многоадресных сессий и средняя доля загрузки базовой станции. Данные графики построены в зависимости от доли трафика одноадресных соединений в структуре общегоходящего трафика. Здесь вы можете видеть на рисунке 3.8, что вероятность сброса для многоадресных соединений гораздо ниже, чем вероятность сброса для услуги видео в одноадресном режиме, показана голубым буктером. Это свидетельство о более высокой надежности многоадресных соединений из-за так называемого неявного резервирования ресурсов. Далее у меня на слайде представлены положения, выносимые на защиту, которые я для краткости зачитывать не буду. Также научная новизна моей работы и основные результаты. На этом мой доклад окончен. Благодарю всех за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо за доклад. Будут ли вопросы к соискателю? У меня вопрос, Дмитрий Сергеевич, это Константин Евгеньевич. Константин Евгеньевич. Спасибо. На слайде 19, когда вы его показывали, было такое замечание, что наблюдается эффект неявного резервирования ресурса, заявки мультивещания. Это слово сочетание неявного резервирования. Что такое? Как вы это объясняете? Да, давайте рассмотрим еще раз рисунок 3.8. На нем показаны у нас две кривые, обратим внимание на две кривые, а именно это видео многоадресные и видео в одноадресном режиме. Это фиолетовая и линия И, голубой пунктир. Мы видим, что с ростом доли одноадресных соединений блокировки растут и во втором случае, но при этом потери для многоадресных соединений остаются существенно ниже. Этот эффект заключается в самом принципе многоадресной передачи. Так, первая заявка, поступившая на предоставление многоадресного видео, занимает некоторый ресурс и удержит его до прихода следующей заявки. Но пришедшие заявки также встают на тот же самый ресурс и таким образом захватывают некоторую долю ресурса. Именно такое поведение многоадресных соединений объясняет их агрессивность. И в моих текущих исследованиях с профессором Аранити из университета Миттерене Юниверситета Реджик-Калабрия мы как раз сейчас рассматриваем механизмы балансировки ресурсов между многоадресными и одноадресными соединениями для того, чтобы защитить одноадресные соединения от агрессивного... Я разобрался. Кто-то уже начал рассказывать, твои следы не стороните. Спасибо, Сергей, я удовлетворен ответом. Да, спасибо. Есть ли еще вопросы к соискателю? У меня еще вопрос, если разрешите. Зовут Сопин Эдуард Сергеевич, доцентка автоприкладной информатики в сервере от НСРДН. У меня вот вопрос по слайду номер 13, кажется. Могли бы перелистнуть? Поэтому? Значит, по рисунку 3.2. Поясните, пожалуйста, как вы модели движение мобильных препятствий? Да, как я уже отмечал ранее, пользователи в данной модели полагаются неподвижными, но при этом подвижными являются препятствия. Так, препятствия, следуя траекторами своих движений, могут перекрывать линию прямой видимости между базовой станцией и обслуживаемым устройством. Возникает эффект радиотени для обслуживаемого устройства и возникает эффект блокировки прямой видимости. Данная блокировка длится до тех пор, пока препятствие не покинет линию прямой видимости. Стоит отметить, что длительность блокировки в моей модели моделируется с помощью экспоненциально распределенных случайных величин с параметром θНЛОС. Спасибо. Спасибо. Ответ модуляторин. У меня вопрос. Орлов Юрий Николаевич. По слайду номер 19. Не могли бы вы прокомментировать оба рисунка вот в каком качестве? Если мы посмотрим на долю трафика адресных соединений, которая отложена по горизонтальной оси, то видим, что все кривые вероятностей на первом рисунке и доли используемого ресурса на втором рисунке, они, в общем-то, монотонно возрастают с увеличением доли трафика. Кроме одного, кроме видео, которое имеет в некой точке максимум. Не можете качественно объяснить, почему максимум? Почему там не продолжается рост? Все дело в том, что с ростом доли одноадресных соединений, вы можете видеть это на рисунке 3,9, также растет общая загрузка системы. Однако, вот примерно в точке наблюдаемого максимума, это примерно 0,3, в данной точке наблюдается падение доли занимаемого ресурса многоадресными соединениями. Это объясняется тем, что многоадресных соединений становится достаточно мало для того, чтобы они как раз не возникало эффекта захвата ресурса. И таким образом они уступают свой ресурс одноадресным соединениям. То есть, не возникает такого эффекта для других кривых? Все остальные кривые построены также для одноадресных соединений. Именно как раз этим эффектом просто захват ресурсов и объясняется данное поведение кривой. Николай, вы удовлетворены ответом? Спасибо. Есть еще вопросы к соискателю? Больше вопросов нет. Формально мы должны сделать технический перерыв на 4 минуты, но с вашего позволения мы пройдем далее без перерыва. Слово предоставляется научному руководителю соискателя Юлию Васильевну Гайдамаке. Пожалуйста. Спасибо. Виталий перешел под мое руководство полтора года назад, а перед этим его руководителем был профессор Самулов. В его научной группе Виталий успел сделать публикации с Ириной Кочетковой, с Павлом Абайовым, то есть уже тогда работал достаточно интенсивно. Теперь о периоде моего руководства. Начну с результата. Виталий завершил и оформил работу досрочно, а число и уровень публикации ее результатов превосходит минимальный уровень требований дан к РУДН. Виталий проявил себя грамотным эрудированным специалистом, имеющим широкий профессиональный кругозор. Он показал высокую активность и заинтересованность в достижении результатов, продемонстрировав при этом отличное владение современным математическим аппаратом и умение применять теоретические результаты при проведении численного эксперимента. Прекрасно программирует. Вот имитационная модель из главы 3 представляет собой достаточно сложный программный комплекс. Уже то, что в своей работе Виталий поднял важную, весьма сложную проблематику обслуживания в беспроводных сетях с трафиком многоадресной передач, говорит о его высокой квалификации и зрелости как научного работника. Должна отметить высокий языковой уровень Виталия, который позволяет ему вести работу с источниками на иностранном языке и представлять результаты на научных конференциях. Последняя конференция PIMRC – это высокоуровневая конференция КОУРБИ. В прошлом году Виталий ездил, делал там доклад. Наряду с исследовательской работой в период обучения в аспирантории Виталий показал себя грамотным, эрудированным преподавателем, умеющим довести магистров и бакалавров в своей научной группе до высоких результатов. Завершая отзыв, считаю, что диссертационная работа Виталия Бесчастного на тему исследований показателей эффективности обслуживания трафика в беспроводных мобильных сетях с многоадресными соединениями является законченной научно-квалификационной работой, удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям согласно положению присуждения ученых степеней в ГАО, ВО, РУ, ДН. Учитывая полученные в диссертации оригинальные результаты их актуальности, высокую практическую ценность, а также принимая во внимание профессиональные и личные качества Виталия Александровича Бесчастного, считаю, что он заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 «Теоретические основы информатики». Спасибо. Спасибо, Юлия Васильевна. Есть ли вопросы к Юлии Васильевне Гидамаке? Вопросов нет. Тогда слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и автореферат, предоставляется ученому сектору совета Анастасии Вячеславовне Демидовичу. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. В деле имеется выписка из протокола заседания кафедры, содержащая положительное заключение о диссертации. В совет поступило 4 отзыва на автореферат, все отзывы положительные. Если член диссертационного совета не возражает, я не буду дословно зачитывать эти отзывы, а зачитаю лишь краткие выдержки. Так, первый отзыв на автореферат получен от Грушо Александра Александровича, доктора физико-математических наук, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор кафедры математической статистики. В третьей главе отзыв положительный, но отмечается следующее замечание, что в третьей главе вводится параметр длительности пребывания пользовательской сессии в состоянии блокировки прямой видимости. Однако далее в тексте работы не приводится выражение для его расчета, которые в общем случае должны описывать зависимость параметра от плотности расположения пользователей в соте. Следующий отзыв получен от Чарявого Андрея Евгеньевича, доктора технических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонча Бруевича, заведующего кафедрой сетей связи и передачи данных. Отзыв положительный, но имеется следующее замечание. В описании главы 2 при анализе целевых функций, позволяющих распределять ресурсы более справедливым способом, используется три типа расположения пользователей – равномерное, центрированное и пограничное. При этом из текста автореферата неясно, каким образом были построены данные модели расположения. В данном случае диссертату следовало бы использовать классические модели теории точечных процессов, которые позволили бы получить достоверные выводы. Третий отзыв поступил от Анатолия Павловича Пшеничникова, кандидата технических наук, профессором ТУСИ, профессора кафедры сети связи с системой коммутации. В описании первой главы для обозначения количества в отзыве имеется следующее замечание. В описании первой главы для обозначения количества временных слотов, в течение которых передаваемая информация является актуальной, введено обозначение, также являющееся длиной очереди, представленной системой массового осложнения. Однако далее при описании состояния системы двух моделей выбора момента наблюдения длина очереди обозначается как R. Также для описания множества уровней качества канала используется обозначение... В общем, не совпадается. А во второй главе другое обозначение. Автору следовало бы придерживаться одних и тех же обозначений для схожих параметров в рамках своей работы в целом. Однако отзыв положительный, и данное замечание не снижает качество автореферата. Последний отзыв поступил от Зейхмана Александра Израилевича, доктора физико-математических наук, профессора Волгоградского государственного университета, заведующий кафедрой прикладной математики. Александр Израилевич дал положительный отзыв на автореферат, однако имеет следующее замечание. В главе 3 вводятся упрощенные предположения, а именно предполагается, что пользователи неподвижны во время предоставления услуги и не могут инициировать сессии в состоянии блокировки прямой видимости. Из тех автореферата непонятно, для чего введены данные упрощения, так как представленный алгоритм расчета характеристик системы позволяет произвести вычисление без учета введенных ограничений поведения пользователей. Спасибо. Слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах на авторефераты, предоставляется соискателю. Пожалуйста. Да, пользуясь случаем, хочу поблагодарить уважаемых профессоров за предоставленные отзывы. С всеми замечаниями я согласен, с вашего позволения от комментариев задержусь. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Камеру можете включать. Хорошо. Прошу зачитать отзыв. И замечать. Уважаемый член дистанционного совета, начну свой отзыв о дистанционной работе безчастного Виталия Александровича с актуальности, анализ актуальности, выполненного исследования. В силу известных причин, ресурс передачи информации беспроводных сетей связи ограничен. Это понятное ограничение физического плана, а также результат действий регулятора, направленных на предоставление операторам равных возможностей присутствия на рынке связи. Между тем, статистические данные показывают экстренциальный рост объема трафика данных. Сети связи четвертого поколения уже не справляются с таким объемом информационной нагрузки. И предпринимаются действия, направленные на решение этих проблем. В частности, Международный союз электросвязи приступил к разработке стандартов для реализации технологии беспроводного сетей. В пятом поколении. Разработка стандартов опирается на ряд решений, направленных на повышение эффективности использования ресурса передачи информации. Это, в первую очередь, повышение спектральной эффективности уже использованного спектра частот. А также применение механизмов многоадресной передачи данных, позволяющие в значительной степени снизить нагрузку на сеть за счет повторного использования системных ресурсов в том случае, когда в сети присутствует несколько пользователей, заинтересованных в одном и том же контенте. Необходимо отметить, что принятие стандарта еще не означает, что сформулированы правила его применения. Подобное решение нуждается в настройке, которая заключается в выборе значений параметров, регулирующих приемы обслуживания поступающих инфляционных потоков, применительно к особенностям рассматриваемой системы связи. Обоснованный выбор численных значений параметров нуждается в разработке алгоритмов их оценки, что, в общем-то, и составляет содержание работы бесчастного Виталия Александровича. Это и говорит об актуальности дискуссионной работы и ее соответствии с специальностями 05.13.17 теоретической основой информатики. Теперь о новизне выполненного исследования. Она заключается в учете, в первую очередь, в учете новых особенностей управления ресурсом и более точной реконструкции процесса поступления и обслуживания информационных потоков. Так, построенная в работе модель обслуживания пользователей беспроводной сети с многоадресной передачей при формировании групп многоадресной доставки предусматривает несколько стратегий справедливости, преимущества которых видны при анализе различных вариантов расположения пользователей в пространстве. Для разработанной аналитической модели базовой станции сети новое радио в виде ресурс на СМО, отличием от известных работ стало использование модели обслуживания фазового типа, что позволило учесть две особенности сети новое радио. Это блокировка препятствиями линий прямой видимости между приемопередающими устройствами, а также переключение пользователей на соседние станции при отсутствии ресурса на опорной базовой станции. Несомненно, результаты полученные в ресурсионной работе имеют теоретическую и практическую значимость. Теоретическая значимость работы заключается в создании математического аппарата для анализа вероятностно-временных характеристик, таких как средняя задержка передачи данных, вероятность блокировки, вероятность простой ресурсов. Практическая значимость состоит в том, что разработанные алгоритмы могут применяться операторами беспроводных сетей, что позволит им проводить разного рода мероприятия, направленные на оценку качества обслуживания пользователя и повышение эффективности использования ресурса. Ну и в заключении я хотел бы несколько замечаний по работе, которые мне удалось найти и сформулировать. В первой главе для анализа характеристик обслуживания транспортных средств предложены две модели выбора моментов наблюдения для принятия решения о распределении ресурсов. Модель раннего и позднего прибытия. Для телекоммуникационных операторов важную роль играет оценка рассматриваемых характеристик сверху, которые могут быть получены с помощью модели позднего прибытия. При этом выбор модели раннего прибытия в работе не обоснован с точки зрения практической ценности. Второе замечание. В главе 3 вводится упрощение модели, а именно предполагается, что пользователи неподвижны во время предоставления услуги и, соответственно, не могут перемещаться из ближней зоны покрытия базовой станции в дальнюю. Данное предположение нечетко обосновано, так как при проведении численного анализа учет параметров движения пользователей в незначительной мере сказался бы на вычислительной сложности предложенного алгоритма. Третье замечание. В разделе 3.2 приведен численный анализ по методу последовательных приближений, однако при этом не указано, с какой точностью произведены расчеты и какова его вычислительная сложность. Четвертое замечание. В разделе 3.3 проводится численный анализ характеристик системы в зависимости от расстояния между соседними базовыми станциями. Анализ такой зависимости следовало бы проводить в виде задачи оптимизации по увеличению расстояния преступления и ограничений, предписанных стандартизирующими организациями. Ну и последнее замечание. После каждой главы следовало бы резюмировать результаты исследования и указать на опубликованную работу автора, где содержание главы представлено. Ну, отмеченные недостатки не снижают научную ценность, полученных в дистрифляционной работе результатов. И вывод по работе у меня следующий. Дистрифляционная работа бесчастного Виталия Александровича на тему исследования показателей эффективности обслуживания трафика в беспроводных мобильных сетях с многоадресными соединениями является законченной научно-квалификационной работой, содержащей важные результаты, имеющие теоретическую и практическую значимость. В работе решены актуальные задачи анализа вероятностно и стабильных характеристик схем доступа в телекоммуникационных и беспроводных сетях с трафиком многоадресной передачей. Результаты диссертации могут быть использованы при оценке уровня качества обслуживания в беспроводных сетях последующих поколений. Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в печатных изданиях. Основные результаты опробированы на международных и всероссийских конференциях. Автореферат правильно и в достаточной мере отражает содержание диссертационной работы. Считаю, что диссертационная работа бесчастного Виталия Александровича на тему исследования показателей эффективности обслуживания трафика в беспроводных мобильных сетях многоадресными соединениями является законченной научно-коллекционной работой, удовлетворяющей всем требованиям предъявляемым кандидатским диссертациям согласно положению о присуждении ученых степеней Федерального государственного автономно-образовательного учреждения высшего образования Российский университет «Дружба народов», утвержденным ученым советом РДН от 23.09.2019 года. Протокол А.12. Автор диссертационной работы «Бесчастный Виталий Александрович» заслуживает по суждениям ученых степеней кандидата физико-математических наук по специальности 05.12.17. теоретической основной информатики. У меня все. Спасибо, Сергей Николаевич. Есть ли вопросы у членов советов Сергея Николаевича? Вопросов нет? Тогда слово для ответа официально оппоненту предоставляется соискателю. Пожалуйста. Большое спасибо, Сергей Николаевич, за предоставленный вам отзыв. Со всеми замечаниями отзывы я согласен. Прокомментирую замечания 1. Модель раннего прибытия в моей диссертации имеет действительно меньшую практическую ценность, но приведена для иллюстрации применения использования мной математического аппарата, а именно двух подходов к моделированию событий прибытия и контроль полученных результатов. Спасибо. Спасибо. Удовлетворен ли оппонент ответами соискателя? Вполне удовлетворен. Большое спасибо. Тогда слово предоставляется второму оппоненту, доктору физико-математических наук Орлову Юрию Николаевичу. Юрий Николаевич, поскольку вы с корпоративной почты, то вам документ показывать не надо. Пожалуйста. Я могу его показать? Ничего страшного. Да, то дискриминация. Уважаемые коллеги, безусловно, работа бесчастного Виталия Александровича актуальна. Мы слышали и подробный доклад, и отзыв предыдущего оппонента. Конечно, мы живем вокруг, собственно, внутри всех этих беспроводных связей и чувствуем возрастающий рост видеотрафика и недостатка ресурсов. И то, что определенное усилие затрачено на разработке моделей, связанных с улучшением и оптимизацией таких технических высоких достижений, это, естественно, показывает наряду с большим объемом публикаций в этой области, что работа, безусловно, актуальна. Я не буду зачитывать содержание диссертации, по главам это уже сделал и сам соискатель. Отмечу только, что основные результаты соискателям представлены во второй и третьей главе. Основные результаты состоят, собственно, в том, что соискателям предложена модель для нахождения оптимальной конфигурации многоадресной группы и, собственно, представленные мультимедийные услуги на базе многоадресной передачи данных. Вот эта модель является авторской и формулировка задач оптимизации последующей расчеты, значит, это является основным вкладом, собственно, соискателя в представленное им направление. Третья глава – это анализ, собственно, модели обслуживания трафика одноадресных и многоадресных соединений высокочастотной сети. И модель, третий результат, который, да, это модель базовой станции высокочастотной сети с блокировками, переключением пользователей на соседние станции в зависимости от текущей ситуации. Вот эти основные результаты, диссертации, безусловно, новые и актуальны. Про обоснованность и достоверность научных результатов говорить, конечно, много не приходится, поскольку они опубликованы в достаточно прилично престижных журналах, все публикации опробированы. И поэтому имеет смысл сосредоточиться, наверное, на замечаниях. Собственно, к замечаниям относятся различные пожелания, которые могли бы улучшить, ну и, видимо, улучшить дальнейшую работу в этом направлении. В частности, в области развития предложенных сценариев. Ну вот, например, в разделе 1-2 соискателем рассмотрен сценарий, в котором транспортные средства движутся прямолинейно и пересекают там зону покрытия по диагонали. Было бы интересно рассмотреть, ну, более общий сценарий, когда движение транспортных средств происходит в разных направлениях, с разными страстями, необязательно прямолинейно. Можно моделировать там движение по дугам окружности, по элитическим кривым еще. Ну, модель перекрытия, она могла бы быть более общей. Хотя, по-видимому, понятно, что такая модель, она только демонстрировала, собственно, эффекты, связанные с переключением. Но, тем не менее, было бы интересно рассмотреть и более общие модели. Во второй главе обсуждается движение пользователей. И здесь было бы интересно сравнить несколько методов такого моделирования. Вот соискатель предложил инициационное моделирование. А можно было бы промоделировать движение пользователей с помощью случайного процесса, когда превращение их координат является решениями уравнения Фоккера-Планка относительно функции распределения этих координат. И тогда можно было бы провести аналитические выражения, получить без сложных вычислений и индикационного моделирования. Третье замечание такого немножко характера, наверное, въедливого, что если автор говорит о своем вычислительном алгоритме, что он относительно там вычислительно прост, хотелось бы иметь представление о том, какова именно его вычислительная сложность. То есть, если такие слова говорятся, то можно было бы им привести, собственно, конкретные оценки. Ну и также, когда упоминается, например, отношение сигнал-интерференция, то неплохо было бы привести в явном виде соответствующие оценки, например, страница 15, когда, чтобы было на уровне формул, понятно, в чем смысл этого явления, и специфики механизма его появления в рассматриваемой системе. Однако, конечно, отмеченные недостатки не снижают научную ценность полученных в диссертационной работе результатов. В заключение надо сказать, что диссертационная работа бесчастного на тему исследования показателей эффективности обслуживания трафика в беспроводных мобильных сетях многоадрестными соединениями представляет собой законченные научные исследования, содержащие решение актуальных задач, разработки математических моделей и схем доступа в телекоммуникационных беспроводных сетях с трафиком многоадрестной передачи и прерыванием обслуживания для анализа процедуры восстановления файлов и совместного использования ресурсов. Держание диссертации в полной мере соответствует области исследования общий принцип организации телекоммуникационных систем и оценки эффективности в специальности 05-13-17 теоретические основы информатики по физико-математическим наукам. Результаты работы имеют теоретическую и практическую значимость, в достаточной мере апробированы, своевременно опубликованы, в том числе в журналах и в перечне РДН, а автореферат полностью отражает содержание диссертационной работы. Диссертация написана технически грамотно на высоком научном уровне. Таким образом, диссертационная работа бесчастного Виталья Александровича на тему исследования показателей эффективности для обслуживания трафика беспроводных мобильных сетях многогазовственными соединениями является законченной научно-инвестиционной работы, удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям, а ее автор, бесчастные Виталия Александрович, заслуживает присуждения ему ученой степени к кандидатам к математическим наук по специальности 05-13-17 теоретические основы информатики. Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич. Есть ли вопросы к Юрии Николаевичу? Вопросов нет. Слово для ответа официального оппонента предоставляется соискателю. Благодарю профессора Лоа за замечания и за отзыв. Со всеми замечаниями я также согласен. Отмечу, что исследование модели движений, а именно моделирование движений с помощью уравнения фокера-планка также является задачей моих текущих исследований, поэтому ваше замечание оказалось особо актуальным для меня. Спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент ответами соискателя? Да, большое спасибо. Тогда слово предоставляется третьему оппоненту, доктору физико-математических наук Моисееву Александру Николаевичу. Александр Николаевич, пожалуйста, включите камеру и покажите документ. Да, спасибо. Да, можете отвечать камеру, да. Слушаем вас. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. С вашего позволения я зачитаю основные положения отзыва. Растущие объемы трафика мобильных приложений, использующих передачу потокового видео и файлов большого объема, делают актуальной задачей оптимизации распределения ресурсов базовой станции при передаче данных до мобильного устройства. Одним из способов повысить эффективность передачи данных является применение технологии мультивещания, которая позволяет передать некоторые подгруппе пользователей, заинтересованным в одном контенте, данные с использованием минимального количества ресурсов сети. С появлением перспективных сетей пятого поколения, в том числе системы новое радио, перед разработчиками телекоммуникационных систем возникает множество новых проблем. Среди них можно выделить значительно большие потери при распространении сигнала по сравнению с микроволновой связью, блокировки узконаправленного луча антенны, небольшими динамическими объектами, необходимость эффективных интеллектуальных механизмов управления лучом и так далее. В реальных условиях эксплуатации подобных систем основной сложностью для обеспечения непрерывного обслуживания абонентов являются подвижные препятствия, такие как люди и транспортные средства, исследование влияния которых на устойчивость соединения требует изучения. Таким образом, считаю, что тема диссертационного исследования бесчастного Виталия Александровича является актуальной и соответствует специальности 05.13.17 теоретически основы информатики. Не буду останавливаться на содержании работы. Хочу сказать, что степень обоснованности положений результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается математически корректными выводами, согласованностью результатов, полученных для разных моделей в диссертации, с известными результатами, а также экспериментами с применением имитационного моделирования и численного анализа. Представленные в диссертационной работе результаты широко и полноапробированы на всероссийских и международных конференциях. Значимость теоретических результатов работы заключается в создании математического аппарата для исследования показателей эффективности схем доступа подвижных пользователей к ресурсам беспроводной сети в многоадресном режиме. Научная новизна работы определяется как целями и задачами, так и полученными результатами, среди которых хочу выделить следующее положение. Первое. Это предложена модель расположения пользователей беспроводной сети с многоадресной передачей данных для поиска оптимальной конфигурации многоадресных групп. В отличие от известных ранее, данная модель учитывает максимизацию суммарной скорости передачи, минимизацию разности между скоростями передачи, максимизацию минимальной скорости передачи и пропорциональную справедливость. Второе. Построенная аналитическая модель базовой станции сети Нью-Радио в виде ресурсной системы массового обслуживания, которая, в отличие от известных моделей, учитывает блокировки прямой видимости и переключение пользователей на соседние станции с помощью обслуживания фазового типа. Основные результаты диссертационной работы достаточно полно отражены в печатных изданиях. По материалам диссертации опубликовано достаточное количество работ, в том числе в журналах, включенных в перечень ведущих рецензированных научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на изыскание ученых степени, а также в изданиях, входящих в базу данных скопус. Автореферат правильно и в достаточной мере отражает содержание диссертационного исследования. В качестве замечаний хотел отметить следующее. Первое. В диссертации представлены модели замкнутых сетей массового обслуживания и ресурсных систем. Однако они не упомянуты и известны в этих областях работы ученых Ивницкого, Виктора Ароновича, Тихоненко, Олега Михайловича, Моисеева и Светланы Петровны. Второе. Во всех моделях диссертационной работы авторы используют случайные величины, распределенные экспоненциально, а также пуассоновские потоки, никак не комментируя их выбор. Третье. На странице 8 говорится о том, что в разделе 3.2 приведен точный метод расчета вероятностно-временных характеристик. Однако в этом разделе я обнаружил лишь метод последовательных приближений на странице 74, который, очевидно, не является точным, так как выполнение итерации в данном методе производится до тех пор, пока не достигнута требуемая точность, о чем и пишет сам автор. Отмеченные недостатки, однако, не снижают научную ценность полученных в диссертационной работе результатов и общую положительную оценку диссертации. В заключение хочу сказать, что диссертационная работа бесчастного Виталия Александровича на тему исследования показателей эффективности обслуживания трафика в беспроводных мобильных сетях с многоадресными соединениями является законченной научно-квалификационной работой, отличающейся научной новизной и практической значимостью полученных результатов. Диссертация выполнена на высоком научном уровне, написана технически грамотно. Содержание диссертации в полной мере соответствует области исследования специальности 05, 13, 17 теоретически основы информатики. Автореферат правильный в достаточной мере отражает содержание диссертационной работы. Считаю, что диссертация бесчастного Виталия Александровича на тему исследования показателей эффективности обслуживания трафика в беспроводных мобильных сетях с многоадресными соединениями отвечает всем требованиям предъявляем кандидатским диссертациям. Автор диссертационной работы бесчастный Виталий Александрович заслуживает присуждение ему ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05, 13, 17 теоретические основы информатики. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Есть ли вопросы к Александру Николаевичу? Нет вопросов. Тогда слово для ответа официального оппонента предоставляется искателю. Пожалуйста. Благодарю профессору Массиеву за замечание. Со всеми замечаниями я также согласен. Отмечу первое замечание. Конечно, я знаком с монографией Виктора Ароныча Ивницкого по сетям массового обслуживания. Но в своих последних исследованиях я опирался на работу школы профессора Башарина. В частности, я использовал его учебник по математической теории телетрафика, где широко описаны как сети Джексона, так и сети Гордона Ньюэлла. И для моих исследований это было вполне достаточно. Также отмечу, что статьи Олега Михайловича Тихоненко и Светланы Петровны Моисеевы мне знакомы, следовало их упомянуть в моей работе. Спасибо за замечание. Удовлетворен ли оппонент ответами соискателя? Да, удовлетворен. Большое спасибо. Теперь переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслуженной диссертации? Дмитрий Сергеевич, позволь выступить. Да, Пожалуйста. Коллеги, я скажу два слова собственно про работу и про Виталия одновременно. Я действительно был руководителем, то, что он сделал под моим руководством, как бы сведено, является предварительным этапом, сведено его первую главу. И после этого тематика изменилась, он присоединился к исследованиям группы профессора Гайдамака Юлии Васильевны. И продолжил исследование и успешно все завершил. Вот я отмечу, как бы его диссертация разделилась на две части. У нас сейчас происходит примерно то же самое в этих новых технологиях. Например, на предыдущем этапе, будем так его называть, предыдущий этап это назад 5-10 лет единицы измерения в телекоммуникациях были миллисекунды. Теперь стали наносекунды. То есть это реалии. То есть появляются сети с ультрамалыми задержками. Кроме этого, когда я учился в аспирантуре и работал Сергей Николаевич Степанов, мы фактически изучали системы, которые работали и изучали какие-то особенности их функционирования и улучшали их работу. Сейчас то, что делают аспиранты, они исследуют системы, которые еще технически до конца не проработаны. Это как раз те системы, которые изучают Виталий. И инженеры дадут ответ на этот вопрос в ближайшее время. Будут они работать в полном объеме или не будут работать? Для того, чтобы кроме этого приходится использовать комплекс методов. Если на этапе когда меня учил Гелик Павлович я в основном был занят теорией массового обслуживания, теорией вероятности, то теперь нужно знать комплекс целый метод. И все они сегодня здесь упоминались. Обращаю ваше внимание, спасибо Юрию Николаевичу Орлову за выступление. Это прикладной математик, который для меня является образцом, потому что он смежную область, вообще ему незнакомую совершенно. Он знает и обсуждает приложение из его области к области телекоммуникации. И Виталий конечно проявил такую высокую квалификацию я считаю. Во-первых смены фактически моделей исследований в совершенно новой области получения в итоге положительных результатов, потому что долгое время там результаты были сложно интерпретируемо. Он несомненно очень хороший программист, разбирается очень хорошо. Я как заведующий кафедрой он уже зачислен в штат и работает на кафедре у нас. И я конечно жду от Виталия дальнейших успехов. И конечно буду поддерживать эту работу. Большое спасибо. Спасибо большое. Есть ли еще желающие принять участие в дискуссии? Константин Евгеньевич, я прошу вас включите видео, пожалуйста, нам для отчетности нужно, чтобы было 9 человек. Спасибо большое. Есть ли еще желающие дискуссии и участие? Дмитрий Сергеевич, можно ли выступить? Да, конечно. Ирина Андреевна, пожалуйста. Пожалуйста. Почеткова Ирина Андреевна, доцент кафедры прикладной информатики и телекоммуникации. Хотела бы выступить как соавтор нескольких работ Виталия Александровича Бесчастного. Работали мы в международной коллаборации с профессором Средиземного Росква Университета Радио Декалабрия Джузе Паранити. Решали несколько задач, в которых использовались различные методы теории массовообслуживания, связанными с сетями массовообслуживания системами, массовообслуживанием в непрерывном, дискретном времени. И Виталий необыкновенно, необычайно быстро вникал в задачи, практически с лету, выявляя их суть, при этом применяя различные методы, предлагая оригинальные подходы к решению задач. А также об уровне самостоятельности, при этом умении отлично работать в команде, а также об уровне получаемых результатов свидетельствует тот факт, что Виталий активно участвует в выполнении научно-исследовательских работ, которые проводятся на кафедре прикладной информатики и теории вероятности. Это и грант РФФИ, и госзадания. И я хотел бы обратиться с просьбой к уважаемым членам диссертационного совета поддержать диссертацию. Спасибо. Спасибо, Ирина Андреевна. Есть ли еще желающие принять участие в дискуссии? Нет. Тогда слово предоставляется соискателю для заключительного слова. Хочу выразить огромную благодарность моему научному руководителю Гайда Мака Юлии Васильевны, профессору кафедры прикладной информатики теории вероятности, за цену и указания в ходе моих исследований, а также за поддержку при подготовке моей диссертационной работы. Также хочу выразить благодарность заведующим кафедры Самуилу Константину Генчу, своим соавторам моих исследований Валерию Сенчунаумову, Дмитрию Александровичу Молчанову, Павелу Носичу Абаеву и Ирине Андреевне Кочетковой. И особую благодарность хочу выразить моей любимой жене Дарье Юрьевне Остриковой за поддержку при написании диссертации. Большое спасибо. Теперь для проведения тайных голосований предлагаю избрать счетную комиссию в следующем составе. Ланеев Евгений Борисович, Винницкий Сергей Ильич, Щетин Евгений Юрьевич. Возражения есть? Нет. Ставлю на открытое голосование. Пожалуйста. Моголюбов. Александр Николаевич. Александр Николаевич. Что-то отключился. У него микрофон выключен, наверное. Давайте продолжим. Пропустим, а потом... Винницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Кулябов. Да. Ланеев. За. Орлов. Да. Рыбаков. За. Самойлов. За. За. Севастьянов. За. Боголюбов мне звонит, у него сорвался звук, он за. Хорошо, спасибо. Щетинин. Демидова. За. Спасибо. Принимается единогласно. Объявляем перерыв для проведения тайного голосования. Я думаю, на этот раз 4 минуты нам вполне достаточно будет. Вам всем пришла ссылка для тайного голосования. Пожалуйста, перейдите по ней и проголосуйте. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, у меня на почте опять нет ничего еще. Опять нету, да. Это враги. Нет, у меня все хорошо прошло. Жду результатов. Ну, а нет, еще не проголосовал. Е, Б, С. Поскольку произошли накладки с посланием ему, получением им этого сообщения, может быть, мы ограничимся этим числом проголосовавших. Да, я думаю. Да, достаточно. Один из бюллетеней из 12. Давай пришло. Сейчас, дайте мне 2 минуты. Я сейчас... Хорошо, да. 2 минуты. Это очень... Это сейчас будет 100%. У нас как раз голосование до 25-ти мы решили делаем. Тогда ждем Евгения Владиславовича. Нет, это не первый раз. Если мы так каждый месяц будем не потренироваться, то что ж... Мы вообще не глядем. Это не первый раз. Все, Евгений Борисович, сейчас получилось? Я проголосовал. Да. О, 100%. Тогда просим председателя счетной комиссии Илонеева Евгения Борисовича зачитать результаты, объявить результаты голосования. Где я их могу увидеть, напомнить? Вот то, что вы проголосовали, обновите экран, и у вас появятся результаты. Обновить его где? Или там такая кривая стрелочка. Посмотрите, пожалуйста. Видно сейчас? Да, видно, видно. Супер. А, вот, можете с экрана читать. Сто процентов результаты. Сто процентов результаты. Да. Было поддано, сколько галикеней, сколько за, сколько против, сколько недействительных. Пожалуйста. К сожалению, я не вижу. У меня нет. Там цифра сто процентов. Нет, там за, столько-то, против, столько-то. Тут 40 тысяч счетов. Ну, хорошо, я могу просто озвучить и все. Голосование состоялось. За 12 голосов. Недействительных бюллетеней нет, против нет. Все. Большое спасибо, Евгений Борисович. Кто за утверждение протокола счетной комиссии? Прошу голосовать. Боголюбов? За. Винницкий? За. Гайдамака? За. Дружинина? За. Кулябов? Да. Ланеев? За. Орлов? За. Рыбаков? За. Самойлов? За. Севастьянов? За. Щетинин? За. Демидова? За. Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Теперь нам надо принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения разослан членом совета и вывышен в ТИМС. Есть ли дополнения изменения? Если дополнений и изменений нету, то прошу проголосовать за текст заключения. Пожалуйста. Поколюбов? За. Винницкий? За. Гайдамака? За. Дружинина? За. Кулябов? За. Планиев? За. Орлов? За. Рыбаков? За. Самойлов? За. Севастьянов? За. Щетинин? За. Демидова? За. Заключение принимается единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, предоставленная бесчастным Италием Александровичем, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение проблемам построения вероятностных моделей обслуживания, мобильных устройств и разработки на их основе новых методов исследования показателей качества функционирования беспроводных мобильных сетей с многоадресными соединениями. Работа отвечает всем требованиям, предъявляемым в аккандидатским диссертациям по специальностям 05.13.17 теоретические основы информатики. На основании тайного голосования бесчастным Виталию Александровичу присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретические основы информатики. Есть ли у присутствующих замечания по ведению заседания? Нет. Разрешите поздравить бесчастного Виталия Александровича с успешной защитой диссертации. Поздравляю вас, Виталий Александрович. Повестка дня. Текущее заседание исчерпано. Поскольку у нас больше вопросов нет, то сегодня все. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, за блестяще проведенное заседание. Лилиан Валерьевна, вам тоже спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое. Всем до свидания. До свидания. До свидания, Дмитрий Сергеевич. До свидания и большое спасибо всем, кто участвовал, а тем, кто вел, втройне, в четверне. Спасибо. Ну, отлично. А банкет осенью будет? Банкет удаленно. Виртуально. Банкет виртуально. Я предлагаю осенью провести, как только, так и сразу. Нет, виртуально банкет. Нет, банкет нельзя отменять. Это же... Это святое. Да, провести просто позже, когда будет такая возможность. Поздравим те, кто... При выручении диплом. Ладно, все хорошо. Ну, всего доброго. Спасибо. 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 Продолжение следует...